В областном центре пострадал пешеход. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, двигался в направлении улицы Гагарина. На регулируемом перекрестке мужчина допустил наезд на девушку. Несовершеннолетняя заканчивала переход проезжей части. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения. На 25-м километре автодороги Курган-Куртамыш-Целинное произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем Тойота, двигался в сторону Куртамыша. При выполнении обгона молодой человек допустил столкновение с автомобилем Шевроле. В результате ДТП пассажирка автомобиля Шевроле была госпитализирована. В Щучанском округе пострадал пешеход. Водитель на тракторе Кировец осуществлял движение задним ходом. Мужчина допустил наезд на молодого человека. В результате ДТП юноша получил телесные повреждения. В Кургане на проспекте машиностроителей произошло столкновение транспортных средств. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, при выполнении перестроения, не убедился в безопасности маневра. Мужчина создал помеху для движения мотоциклу Кавасаки и допустил с ним столкновение. В результате ДТП мотоциклист получил телесное повреждение. Шадринец пытался с помощью ножа отбить девушку у соперника. Бывший ухажер девушки приехал в гараж и стал угрожать. Юноше пришлось охладить пыл мужчины с помощью перцового баллончика. Тогда бывший достал складной нож и стал наносить удары молодому человеку. По приговору суда, бывший ухажер получил три года и 10 месяцев колонии общего режима. Он обязан выплатить потерпевшему 250 тысяч компенсации морального вреда. В Кургане прошел матч третьей лиги чемпионата России по футболу. Футбольный клуб Тобол на своем поле победил со счетом 2-0 команду Беркут Уфа-М. В первом тайме отличились Семен Кошкин и Илья Пятниченко. Команда Тобол после 17 туров занимает шестую строчку в турнирной таблице. Следующая игра пройдет 2 сентября в Перми, с командой Амкар Пермь-2. В Курганском садовом товариществе озеро Бездонное полностью сгорел дачный домик. Женщина включила в электросеть чайник, но проводка не выдержала. Огнеборцам удалось остановить распространение огня на соседние садовые дома и участки. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Хоккейный клуб Зауралье – победитель Кубка Прикамья 2023 года. В первом матче курганские хоккеисты со счетом 2-0 победили команду «Молот» из Перми. Во втором матче были повержены челябинские хоккеисты со счетом 3-1. В третьем курганцы со счетом 1-2 уступили тюменской команде «Рубин». Зауралье выиграла турнир благодаря лучшей разнице шайб.